Четвертый пункт, который не дает возможности детям эффективно развиваться, это то, что родители слишком рано сдаются. Когда ваш ребенок учился ползать и ходить, он сделал сотни-сотни попыток, он упал много раз на попу, он набил свои шишки, но он все-таки научился ходить, потому что у каждого ребенка есть врожденное стремление познавать этот мир. Каждый ребенок рождается уже с желанием учиться. И, собственно говоря, то же самое касается любого другого навыка, любых знаний, которые вы хотите дать своему ребенку. Для того, чтобы научить ребенка кататься на роликах, недостаточно один, два или даже три раза приехать на роллер-тром и поставить его на ролики. Для этого нужно сделать много-много десятков тренировок, попыток и движений, пестиций временных. Для этого нужно сделать много разных попыток, дать своему ребенку возможность много-много раз попрактиковаться в этом направлении, и тогда в итоге ребенок сможет добиться хорошего результата в этом направлении. Это, конечно же, требует временных инвестиций родителей, но оно того стоит, потому что, занимаясь детками в раннем возрасте, мы закладываем им надежный фундамент для будущей успешной реализации в жизни. Не старайтесь получить конечный результат за один день. Вы просто должны понимать, что делая каждый день маленький шажочек в выбранном направлении, в результате вы добьетесь конкретного хорошего результата. Все дети гении, изначально они рождаются гениальными. И дальше все зависит от того, какие возможности дают родители этим детям для развития. Если родители предоставляют ребенку гармоничную обстановку для его максимально эффективного развития, тогда ребенок просто будет брать то, что ему нравится. И в результате, когда он подрастет, он сможет выбрать то направление, которое ему по душе. И у него будут все возможности для того, чтобы этим заниматься.